Вести Карачаева, Черкесия 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 в масштабных военно-полевых сборах. Всего на Майкопском военном полигоне тактическую подготовку прошли около 500 казаков. Офицеры провели инструктаж по технике безопасности и обращению с оружием. Стрельбы прошли с различных видов оружия, в том числе и с пистолетом и автоматом Калашникова. В программу сборов вошли также теоретические и практические занятия по огневой, тактической, химической, биологической, радиационной, медицинской и строевой подготовке. «Современная обстановка ставит перед казаками, как и перед всеми жителями страны, новые задачи, с которыми мы, конечно же, должны справиться», – прокомментировал атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук. Сборы, прошедшие в Майкопе, – это очень важный этап военной подготовки наших казаков. Ежегодно мы проводим военно-полевые сборы на базе 34-й горной мотострелковой бригады «Сторожевой-2». А теперь с нами делятся опытом и майкопские военные. Занятия провели боевые офицеры. Они поделились реальными и очень ценными навыками по организации обороны, наступления, ведению боя на различном ландшафте, продемонстрировали разные сценарии боя. Обучили казаков ведению разведки, обезвреживанию взрывных устройств и работе с картами. «Безусловно, впечатлены полученным опытом», – отметил Валерий Николаевич Дедук. Абсолютный российский рекорд. Знаки Z и V размером 50 на 40 метров установлены на высотах от 200 200 до 3500 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это является абсолютным рекордом на территории Европы и России. В республике прошла военно-историческая патриотическая экспедиция «Кавказ-2022» в поддержку специальной военной операции и российских военных. Мероприятие проходило под эгидой некоммерческой организации «Глобус» экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова и Русского географического общества при поддержке правительства Карачаева-Черкесии. На горных перевалах в местах проведения боевых действий времен Великой Отечественной войны Санчарского и Клухорского перевалов и Домбайских вершин были развернуты символы специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Общее количество участников экспедиции, в том числе приехавших из дальних уголков России, составило 300 человек. Так жители всей страны объединились, чтобы провести патриотическую акцию в поддержку российских военных. Жителям сельских территорий в шести российских регионах серьезно улучшат условия жизни. По поручению президента, федеральное правительство направит почти 370 миллионов рублей в Псковскую, Ростовскую, Рязанскую и Самарскую области, а также Карачаево-Черкесию и Якутию на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. На эти средства будут построены и обновлены водопроводные сети, очистные сооружения, дома культуры, детские сады, школы и библиотеки. Решение повысит в регионах доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населенных пунктах. В связи с тем, что в Карачаево-Черкесии наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, в больницах республики введен масочный режим, а также ограничено посещение лечебных учреждений. В общем, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем. COVID не отличается тяжелым течением заболевания и сопровождается в основном респираторной симптоматикой. На сегодняшний день в госпитале на базе городской больницы находятся 29 пациентов. Подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких среди них нет. Также госпитализировано 7 детей, их состояние стабильное. В общей сложности 365 человек находятся под медицинским наблюдением амбулаторно. К ним относятся лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19. В соответствии с графиком проведения встреч прокурора Карачаева Черкесии с представителями бизнес-сообщества, 24 августа состоится выездной прием предпринимателей в городе Карачаевске, исполняющими обязанности прокурора Карачаева Черкесии с Саналом Бахниковым. Мероприятие пройдет с 11 до 13 часов в прокуратуре города Карачаевска по адресу улица Мира, 30. 26 августа заместитель прокурора Карачаева Черкесии Али Гербеков с 11 часов по московскому времени проведет прием заявителей в Усть-Джигутинском районе. Мероприятие состоится в прокуратуре Усть-Джигутинского района по адресу улица Богатырева, 32. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения. В отношении 30-летней жительницы Усть-Джигуты возбуждено уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. Ранее в полицию обратилась жительница Учкикина, сообщив полицейским, что жительница Усть-Джигуты обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 40 тысяч рублей. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в феврале этого года злоумышленница под предлогом помощи в оформлении получения гранта на поддержку молодых предпринимателей взяла у заявительницы вышеуказанную сумму денег и по настоящее время обязательства не выполнила и деньги не вернула. Социальное предпринимательство в последние годы получило существенную поддержку государства и число социально ориентированных предприятий неуклонно растет. О том, как стать социальным предпринимателем, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Для того, чтобы получить социальный предприятий, нужно получить социальный статус. Социальный статус для этого нужно, во-первых, обратиться к нам в Центр. Мы подскажем, мы дадим перечень документов, которые необходимо собрать и направить в наш Центр. После этого мы это все проверим, где-то подскажем, потому что там есть определенные нюансы, есть определенные требования. И после этого мы отправляем этот пакет документов предпринимателю, мы отправляем в полномоченный орган. Выступает в полномоченный орган это Министерство экономического развития. Дальше они рассматривают этот пакет документов и выносят решение. Комиссия выносит решение, дать социальный статус этому предприятию или нет. Что дает нам социальный статус, я сразу скажу. Нам это дает, то есть здесь вот, получается, официально это предприятие является социальным. И оно может претендовать и получать меры государственной поддержки. Осенью в Черкесске откроется соборная мечеть имени имама Акзам Абуханифа. Одновременно здесь смогут находиться порядка пяти тысяч верующих. На сегодняшний день проведены все коммуникации, отопления, установлены теплые полы на цокольном и первом этажах. Всего мечеть имеет 33 купола. Внутренняя поверхность центрального купола выполнена мастерами из Турции. В эти дни мастера производят облицовку миноретов и благоустройство территории вокруг мечети, установку перил и, главное, люстры. Каждую субботу на территории мечети проводится субботник, и каждый желающий может принять участие в данном мероприятии. Поселок Дамбай вошел в список самых популярных горных курортов для бархатного сезона. Российский сервис бронирования отелей и квартир Twill.ru составил рейтинг самых популярных горных курортов для бархатного сезона. По данным Twill.ru, туристы бронируют активный отдых в горах в начале осени от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 2,5 до 4 600 рублей в сутки. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу ГИИ и рация «Пещанная сказка». Реклама. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это были главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.